Всем привет! С вами Оля и вы у меня в гостях. Сегодня мы будем с вами пересаживать колцефалос. Девочки, которые меня ждут, которым я обещала, ну в принципе там ничего, конечно, такого нету, прям без чего бы нельзя было посадить. Будем сажать в обычную землю. Вот я сейчас покажу, какая у меня. Какая первая попалась. Вот такой я буду грунт использовать. Самый обычный, можете взять для цветов, можете взять для овощей грунт, какой вам хочется. Я вот такой грунт универсальный буду использовать. Вот, ездила сегодня в магазин, как бы купила вот такой вермикулит, но вермикулит нам, девочки, для этого цветочка нам не нужен будет, потому что вермикулит удерживает влагу, а нам влага совсем не нужна. Колцефалос не любит влагу, тем более в зимнее время. А вот перлит вот такой мы будем использовать. Он есть в других пакетиках, есть в другого производителя, но я буду вот именно вот такой использовать. Вот, он просто для того, что колцефалос, он очень любит рыхлую землю. Вот, и рыхлую, воздушную, да, чтобы воздух хорошо проходил. Поэтому мы будем его использовать. И, соответственно, он, конечно, тоже удерживает влагу, но, тем не менее, мы будем поливать колцефалос один раз в три недели. А если влажно, вот так, допустим, дома у вас, или где-то стоит колцефалос в таком достаточно влажном месте, то будем поливать вообще один раз в месяц лучше поливать. Но не ставьте колцефалос. В принципе, с посадкой что? Берем горшочек, сейчас насыпем земли, добавим перлит и посадим. Шейка, которая вот здесь идет, соответственно, в тех горшочках, в которых заводится в магазин, шейка чуть-чуть уже приоткрывается, потому что со временем грунт, он оседает. Мы ее чуть-чуть с вами заглубим, прям совсем чуть-чуть, и оставим, как бы, вот так расти. Я бы, девочки, честно, мне просто некоторые девочки задавали, как бы, вопросы, как его посадить. Колцефалос, соответственно, это садовое растение. Но многие покупают его в зимний период. Он потому что вот такой красивый, прям вот как снежный коралл. Он очень красиво смотрится. И некоторые его покупают для интерьера, как домашний цветочек выращивают. Но в домашних условиях он, конечно, жить долго не будет. Это садовый цветочек. Конечно, если для посадки в грунт, в дальнейшем, да, в сад, как я хочу это сделать, его можно не пересаживать вообще. Единственное, что надо делать, это поливать пореже, вот, один раз в месяц, и рыхлить землю, чтобы она была рыхлая и воздушная. Потому что он любит, вот именно воздух, и не любит переволожнений. И не ставьте его, пожалуйста, вот про что я хотела сказать, на солнечное окно. Я уже говорила, да. Он не любит прямых, прям солнечных лучей. Хотя в грунте он растет именно прям на солнце, на альпийскую горку его сажают. И там он солнце переносит, но не переносит на подоконники, потому что через стекло получается вот как бы вот этот тепловой эффект и ультрафиолет очень сильный, который его просто сожжет. Он просто засохнет и все. Поэтому лучше от подоконника его ставить куда-то на столик. Но смотрите, опять же, на столик. Пускай будет там светло, но не ярко, но и не темно. Если будет темно, то он тоже, он может начать чернеть. И влага не будет выходить, земля начнет зеленеть, закисляться, и это тоже для него плохо. Вот. А как бы в посадке, в принципе, ничего нету. Но пойдемте, я подготовила горшочек, пойдемте сажать, пойдемте в ванну, чтобы не хочу здесь на столике сорить, и все вам покажу. Вот такой, девочки, у меня горшочек. Самый обычный я взяла. Вот, коричневого цвета. И, соответственно, насыпала пол горшочка земли. И сейчас мы будем на глазочек, чуть больше, чуть меньше, добавлять перлита. Насыпаем перлита. И вот так ручком перемешиваем. Не ругать. Девчури, кто там прям такой аккуратненький, я работаю всегда без перчаток. Всем новеньким, да, девчури, говорю, и постоянно. Никогда я даже в саду не работаю в перчатках. Я, потому что в перчатках не чувствую земли, не чувствую комочков. И поэтому я всегда работаю без перчаток. Кто спросит, жалко, не жалко ногти? Не жалко ногти. Я растения люблю больше. И земли тоже не жалко ногти. Руки я мажу. Пользуюсь хорошими кремами. Все у меня с руками хорошо. И вот так, девчули, перемешиваем. Перемешали. Девочки, смотрите, какая у нас рыхлая, рыхлая земля. Смотрите, прям вся, вся, прям аккуратненько. Хорошая, воздушная. Прям вот такая рыхлая земелька должна получиться. Без комочков, без всего. Так, и теперь достаем колоцефалус и примеряем его с корешками. Достали колоцефалус. Смотрите, какая хорошая корневая система. Вот, вот так покажу. Смотрите, вся какая хорошая. Прям по всему, по всему кругу. И вот так чуть-чуть. Девочки, неудобно одной рукой, конечно. Вот, видите, горшочек уже маленький был. Видите, в какой плотный круг корневая система завязалась. И чтобы у нас корешки побыстрее прижились в новом грунте, чуть-чуть, не рвем их, не рвем, а просто вот так чуть-чуть разделяем, потихонечку-тихонечку совсем, и распушаем их вот так. И примеряем, соответственно, в горшочек, чтобы вот эта корневая шейка, смотрите, вот, видите, прям сильно заглублять ее не надо, но чуть-чуть вот до передней веточки. Видите, где передняя веточка идет? Вот до передней веточки чуть-чуть мы его будем заглублять. И вот так сажаем. Сначала, девочки, вот сюда. Примерите его. Примеряете, да? Все, видите, что по краю горшочек у него прививочка уже вровень. Поливайте вот сюда, не сверху, сверху поливать не будем. Поливайте сюда чуть-чуть совсем буквально. Сажаем, засыпаем. Вот, примерили, поставили. Сверху поливать сюда не нужно. И вот так с краешку, с краешку чуть-чуть мы вот так поливаем чуть-чуть. Все, достаточно. Не сильно прям буквально, чтобы вот к корешкам водичка пошла и вниз к корешкам, чтобы прижились. Воду я никакого корневина не добавляю, потому что у этого клацефалуса корни хорошие. Все достаточно такие плотные. Он очень хорошо приживется. Если вы купили клацефалус, и у него корешки не очень сильно развиты, можете водичку чуть-чуть прям вот добавить корневинчику. Там написано все как по инструкции, все как в инструкции написано, так и разбавляется. Можете полить чуть-чуть корневином. Все, засыпаем земелькой. Ну вот, мы посадили с вами наш клацефалус. Вот такая красота у нас получилась. Вот такая красотулечка. Я желаю вам всем, кто сажает этот прекрасный цветок, чтобы он у вас прижился, радовал вас, чтобы вы ходили у себя по квартире, по дому, любовались на этот цветочек, радовал всю зиму дома, а потом нас всех вместе радовал в наших садах. Желаю всем удачи, счастья, любви и всего самого наилучшего. С вами была ваша Оля. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok